Планировали справить новоселье в декабре 2014 года, однако не заселились в новой квартиры до сих пор. Речь про участников долевого строительства микрорайона «Синяя птица» в столице республики. Подробнее в сюжете. Екатерина с тоской смотрит на окна своей квартиры, в которой должна была жить уже третий год. Однако вместо счастья «Синяя птица» принесла ей сплошное разочарование. В 2014 году купила квартиру. В мае-декабре планировала въехать. В итоге не получается до сих пор. Я пока живу. Мы живем семь человек в двухкомнатной квартире. У застройщика закончились деньги. Строительство встало. Арбитражный суд ввел в компании процедуру наблюдения при банкротстве. Чтобы 178 дольщиков не остались без квартиры денег, пришлось подключиться Минстрою республики. Мы приняли решение, что компании СМУ-115, отдел Финстрой и СМУ-58 будут помогать компании Ютон и завершать строительство существующей блок-секции данных домов, данного жилого комплекса «Синяя птица». Однако некоторые работы должен доделать сам генподрядчик. И именно это отделяет жильцов второй позиции от долгожданного новоселья. Одна из недоработок, из-за которой Гостроинадзор не может принять дом – незащищенность фундамента. Затопление подвал. Вот она, вода пошла вниз, и все затапливает подвал. А в последшем уже, может быть, или потеря неоспособности грунтов. Директор компании-застройщика утверждает, на этом месте был котлован по открытую парковку. Денег на ее строительство пока нет. А мы взяли, засыпали котлован, который был выкопан для ведения работ по строительству парковки. Вот и все. А для того, чтобы дом должен быть принят с подъездными путями и все прочее, эта вода течет только потому, что засыпано не должно было быть. От идеи строительства парковки застройщик отказываться не собирается. Но и в таком виде дом принимать нельзя. Так или иначе, дом должны сдать до конца июля. Это новые сроки, которые обозначил застройщику и жителям Минстроя Чувашия. Ольга Пырочкина, Расиль Мухаммедов, Республика.